Привет, друзья! С вами снова Жанна. Я приехала к маме Кости в свой отчий дом и хочу вас познакомить с представителями фауны, которые меня здесь окружают. Сейчас вы слышите птичек, это воробушки, которые в огромном количестве живут в этих деревьях. Также вы слышите, наверное, кряхтение уточек, а не за забором. Мы со всеми с ними еще познакомимся. А сейчас я хочу вас познакомить со своим лучшим другом. Его зовут Бонна. Это наша собачка. Собака очень умная. Порода называется Конекорсо. Его подарили совсем маленьким. А теперь он вот такой вот огромный песик. Он ласковый, умный пес. Мы с ним вот так вот иногда развлекаемся. Садимся на улицу, он греется на солнышке, а я с ним играюсь. Ложу его по огромной голове. Он добрый, очень хороший, отцепчивый песик. Любит детей, любит всех, в принципе. Он не злой, не кусливый. Если мы домой придем с Костем и рядом с нами будет человек, он обязательно с ним подружится. Вот смотрите, какие у него огромные лапки. Он очень ласковый и умный. Вот так вот мы с ним играемся. Чужих он не примет без нашего разрешения. Он чужих людей не примет. Но тех, кого мы одобряем, он с ними со всеми тружит. Вот такой вот большой и умный. Такие породы обычно, такими крупными не бывают. Это порода собак. Это у нас, наверное, боно один такой огромный. Он весит где-то 80 килограмм. И рост он большой. Вот такой вот у нас красавчик. Вот. Сейчас мы с ним играемся, смотрите. Играем в прятки. Боно! Вот так вот он со мной играется. Вот такие вот у нас игрульки. Но сейчас мы пойдем с вами ознакомиться с другими жителями двора. Ну, с теми, кто кукарекает, кричит, кричит и так далее. Первые, кто там встречается, это курочки. Но мы сейчас идем не к ним. Сейчас мы идем на голос. Там где-то кто-то кричит. И вот они вот где-то там прячутся. Я их уже вижу. Вот эти вот наши уточки. очень красивые. Дамы у нас белого цвета. А мальчики у нас пестрые. Вот такие вот у нас тенечки любят полежать. Вылезают из заднего двора. И вот здесь. Хочу весну вам чуть-чуть показать. Но пока все-таки здесь умыла. Трава какая-то еще непонятно. Частями позеленела. Это черешня. Она еще в зимней спячке, как говорится. Они еще не проснулись. Деревья. Сейчас я плавно перейду на задний двор. Ну, пока я хочу вам показать вот эту вот пристройку. Это кухня. Раньше обычно в каждом дворе стояли такие кухонки. В этой кухне мы делаем зимные заготовки, каптей, мясо, сыр. Сушим перец. Сохраняем кукурузу. И, в общем, это специальная комната для хранения и заготовления. Вот это у нас беседка, в которой мы летом будем пить кофе. Сейчас, пока холодно. В каждом дворе обязательно должен быть источник воды. Кран, колодец или все, что можно. Нарциссы уже расцвели. А это вот старый, уставший ослик. Он уже много лет стоит зимой и летом. Устал что-то отнести, остановился и стоит. Теперь мы плавно переберемся на задний двор. Вот курочка, которая у нас там сбежала. И здесь, наверное, тоже остальные ее друзья. Они толстопопые такие, лохватые, толстенькие. Вот они все пришли на кормежку. Один петух и вот четверо кулачек бегает. Это вот костевой домик. Я его отдельно потом вам покажу как-нибудь. Там внутри тоже интересно. Но сейчас там пока еще зима. Вот сейчас мы посмотрим еще кое-что интересное. Мы пройдем. Тут аллея из роз. Ну вот, когда она зацветет, роза, она такая красивая. Здесь вообще красота. Вот и задний двор. Здесь как бы мужское место. Здесь его это венок, он отрячет и на месте пробует. А вот наши красавцы. Надеюсь, вы узнали, что это за птица. Да, это павлины. Это все девочки. Мальчики куда-то вечно убегают, прячутся. Их очень трудно поймать. Если я их сфотографирую, я обязательно вам их покажу. Вот, кстати, поймала, сфотографировала. Смотрите, какой красавец. Самовлюбленный и крикливый. Вот. И вот в такой позе я их часто застаю. Петух кукарекает, а двое кричат следом. Вот такие у нас будильники. Вот это дерево у нас башмала, обычно зеленое. Расцвело еще вот такое дерево. Я не знаю, как оно называется, что это такое, но какое-то красивое. И как-то через раз тут все зацвело. Яблоки еще не цветут. Но вот распушился у нас персик. А, нет, это абрикосы. Абрикосы, персики тоже расцвели чуть дальше. Зацела, алыча. Чуть дальше тоже стоит дерево. А остальное все такое вот угрюмое. Вот это у нас вольеры для животных. Обычно здесь птицы живут, но сейчас зима, их мало. Сейчас начнут у нас нести яйца и станет их гораздо больше. Ну, вот еще немного покажу задний двор. Вот смотрите, здесь есть вот этот сосуд для вина. Обычно мы их храним. Это сейчас декоративно здесь стоит. Вот. Вот там вот вы видите аппарат для выгона самокона. Чачи, то есть. В общем, мужское место, как говорится. Здесь отдыхает в основном мужчина. Не пугайтесь. Здесь это у нас муляж. Муляж ягуаны и черепашки. Вот такие у нас вазончики. Здесь красивые. Вы знаете, пока еще холодно. И как-то двор еще не так убран, как хотелось бы. Но скоро все здесь придет в порядок. А вот опять же наш ослик. Вот эта беседка сейчас скоро очень пойдет в ход. Здесь будут утренние и вечерние чаепития и кофепития. Вот таким образом, смотрите, встречаем гостей. Вот они вечно сидят где-то сверху и наблюдают за всеми. Смотрите. Дальше уже на балконе все. Вот такие вот у нас птицы. На этом я с вами прощаюсь. Хочу пожелать всего наилучшего. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. И вот таким образом ждем у костей всех. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok